Предлоги The prepositions В английском языке, так же как и в русском, существует множество предлогов. С важнейшими из них мы сейчас познакомимся. Предлоги направления и места Предлог To Выражает приближение к какому-то предмету и соответствует русским предлогам в, на, к. Рассмотрим примеры. I am going to the park with my brother. Я иду в парк с моим братом. You must go to school. Ты должен идти в школу. Еще несколько предложений с предлогом To I want to go to the swimming pool. Я хочу пойти сегодня в бассейн. It's time to go to bed. Время ложиться в постель. I am going to our school stadium. Я иду на школьный стадион. Перейдем к рассмотрению предлога From Предлог From Выражает удаление от какого-то предмета или места и соответствует русским предлогам С Из От Приводим примеры. I am from Russia. Я из России. What town are you from, Kate? Из какого ты города, Kate? Предлог At Этот предлог выражает присутствие в каком-то месте или в каком-то процессе. Примеры с предлогом At Mom May I stay at home? Мам, можно я останусь дома? My mother works at the office. Моя мама работает в офисе. Кроме того, предлог At Выражает нахождение предмета вблизи другого предмета. Переводится на русский язык предлогами У Возле Около За Например Where is the desk? Где письменный стол? It's at the window. Он около окна. Следующий предлог Это On Этот предлог передает нахождение предмета на какой-то поверхности и соответствует русскому предлогу «на». Рассмотрим это в предложениях. What are you going to do on the stadium? Что ты собираешься делать на стадионе? Where is the mirror? Где зеркало? It's on the wall. Оно Оно На стене. Следующий предлог In Он передает нахождение предмета внутри другого предмета или в пределах какого-то пространства и соответствует русскому предлогу «в». Приведем примеры. I spend my holidays in the Crimea. Я проводил мои каникулы в Крыму. They live in rivers. Они живут в реках. Why are you still in bed? Почему ты еще в постели? Where is the shelf? Где полка? It is in the bedroom. Она в спальне. Рассмотрим теперь предлог. Into Который выражает продвижение предмета в ограниченном пространстве или внутрь другого предмета и соответствует русскому предлогу «в». Примером того может быть следующее предложение. Put the pencil into the box. Положи карандаш в коробку. Рассмотрим еще один предлог направления и места. Это предлог Under Этот предлог указывает на нахождение предмета под другим предметом и соответствует русскому предлогу «под». Рассмотрим действие этого предлога на примере. Посмотри под газетами на диване. Кроме предлогов направления и места в английском языке, существуют еще и предлоги времени. Ознакомимся с некоторыми из них. Предлог At Он служит для указания часа и соответствует русскому предлогу «в». Например I reached school only at five o'clock. Я добрался до школы только в пять часов. Предлог In Этот предлог служит для указания суток, месяцев, времен года. К примеру Does it often rain in winter? Зимой часто идет дождь? It's going to rain in the evening. Вечером будет дождь. Следующий предлог это предлог On Который служит для указания дня недели. Приводим пример такого предлога. I don't go to school on Sunday. Я не хожу в школу в воскресенье. На следующем занятии мы рассмотрим некоторые обороты речи в английском языке и поговорим о повелительных предложениях. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ